Всем привет ребятки, с вами Джофф и перед вами новая инфа супертеста. И сегодня мы поговорим про две новые карты, которые называются Горный Хребет и Секретное Место. Эти карты только предварительные болванки, они еще без текстур, они находятся на тестировании, они возможно появятся в нашей игре, а возможно не появятся, если тесты будут какими-то негативными. Но тем не менее, мы можем на них посмотреть и поразмыслить над тем, в каком направлении сейчас движутся мысли картоделов и каких концепций при разработке карт они сейчас придерживаются. Итак, смотрим сначала карту Горный Хребет, которая мне кажется более интересной и оригинальной. Итак, если мы посмотрим на миникарту, мы видим, что в левой части есть город с такой вот большой овальной площадью, плюс по центру есть озеро с непонятной скалой или маленьким островом, и вот тут есть тот самый Горный Хребет, который очень необычный по внешнему виду, и думаю, кому-то из вас он напомнит какие-то, не знаю, марсианские фильмы. Итак, что тут у нас? Тут у нас Респ красный, в принципе никаких особых тут строений нет, карта, конечно, по большей части открытая, да, но кое-где встречаются небольшие, скажем так, домики. Вот, позади Респа есть, опять же, большая такая скала, тут мы сейчас залетаем в город, опять же, одиногие кое-какие строения, это не финальное, я думаю, расположение зданий, возможно, их будет в финале больше, если данная карта понравится тем, кто на супертесте играет. Вот, единственное, что забавно, забавно, что город сделан в такой вот, таким вот полукругом, да, и в центре есть памятник, к которому ведут 4 моста. Да, вот, забавное решение, плюс вот вы видите пляж, это мне напоминает немножечко южный берег, который выведен из рэндома, опять же, тоже направление для атаки, но вот этот вот памятник с 4 мостами, это, конечно, красивое решение, но, как по мне, ребятки, достаточно неиграбельное, потому что по тому же Виндсторму, да, по опыту игры на Виндсторме, вы знаете, что переезжать через мост достаточно опасное занятие, и можно получить бочину, но, тем не менее, есть высокие здания, есть где спрятаться от артиллерии, в принципе, неплохо. Тут вы видите, кстати, вот позицию для ПТСАУ, опять же, все для наших любимых любителей кустов, извиняюсь за тавтологию. Тут, опять же, мы подлетаем к Респу, и видим, что вот это направление городское, это, скорее всего, будет для тяжелых танков, если карта появится в рендоме, плюс пляж для каких-то более быстрых танков. Вот это вот центральный памятник с 4 мостами и водой вокруг него, скорее всего, использоваться не будет, вот, ну или там кто-то вначале будет, будет занимать какую-то позицию. Тут у нас, ребятки, есть небольшой вот такой вот проезд, скорее всего, для ЛТ, да, быстрый подсвет и уход через город. Ну и тут у нас озеро и какая-то скала в центре. Зачем она там нужна? Непонятно, в принципе, с другой стороны, зачем нужно озеро на карте в центре, которое занимает немалое количество пространства полезного, которое можно как-то использовать, тоже непонятно. Но, тем не менее, вот так это все выглядит. Пролетаем теперь на так называемую зеленку. На зеленке практически ничего нету, кроме небольших перепадов местности и вот этого вот горного хребта, который выглядит, как, не знаю, как какой-нибудь застывший марсианский корабль, не знаю. Я вот смотрю на это дело и мне вспоминается фильм «Прометей», да, вот. Смотрите, вот такое, несколько арок таких, вот, вы так пролетаем. Ну, забавное, конечно, сооружение такое, да, с той стороны у нас там даже какой-то небольшой дот есть, да, вот, небольшой бункер, дот с, вроде бы, тут какой-то пулемет когда-то стоял или что-то вроде подобного. Вот, забавное сооружение, но насколько оно играбельно, тоже непонятно, но, по крайней мере, тоже артиллерию тут будет сложно пробивать из-за такой вот конструкции. Вообще, похоже на какого-то паука, согласитесь, да, вот. Ну, или вспоминаются какие-то трассы из «Нитфордспида» старого, десятилетней давности. Дальше пролетаем, тут, опять же, с вражеской стороны тоже ничего особенного нет. В целом, вот у нас общий вид на эту карту. Город, горный хребет, озеро со скалой, небольшие проезды, пляж. Если говорить по итогу, ребятки, ну, неплохая карта, задумка может быть достаточно интересная, но, как по мне, есть некоторые неиграбельные элементы. Это вот это вот озеро непонятно опять по центру, мне кажется, оно там совершенно не нужно. И вот этот вот памятник с четырьмя мостами. Вот, мне кажется, если бы тут просто сделать несколько еще мини-кварталов, было бы, наверное, получше. Но, это мое мнение. Вторая карта у нас называется «Секретное место». И, по идее, как я понимаю, речь о том, что есть некоторое такое ущелье, да, где-то в горах, где находится какая-то то ли секретная база, то ли какой-то промышленный комплекс. Это, типа, секретное место. Ну, давайте посмотрим. Итак, что мы видим? Мы видим два респа, между ними опять небольшая такая вот речка с таким озерцом. Справа есть какие-то строения, пока что, опять же, без текстур, без чего-либо еще. Просто это пока что коробки, примерное расположение, скажем так, зданий, каких-то строений. Тут у нас есть огромный мост и, опять же, большие скалы. Ну, давайте слетаем и посмотрим поближе на все это дело. Тут, вы видите, есть небольшой выезд из подземного туннеля, да, ЖД-туннеля. Вот, тут, опять же, небольшие такие вот ели, кусты и так далее. В принципе, больше ничего тут особого нет. Но, опять же, ребятки, напоминаю, что это болванка. Возможно, в будущем что-то появится, если карта будет планироваться для выхода в рендом. Одно из центральных сооружений на этой карте – это, конечно, огромный, огромный, просто огромный мост. Смотрится красиво, безусловно. Но насколько это играбельно? Не знаю, ребятки. Возможно, только для ЛТ или СТ в начале боя, для каких-то подсветов, для каких-то поджимов и троллинга. Но, опять же, как вы понимаете, ребятки, противник или союзник, заехав на этот мост, у него будет очень мало шансов куда-то уехать дальше. Плюс, ребятки, видите, что тут есть достаточно сильные перепады местности. То есть, можно заехать под мост, тут есть кое-какие строения. Речка, которая течет откуда-то издалека, ее можно, в принципе, проехать вброд без каких-либо проблем. Вот, дальше на вражеской стороне мы опять видим РЭСП. Опять же, тут никаких пока что укрытий нет. То есть, если вдруг так все и останется, то любой светляк, проскочивший по мосту, сразу подсвечивает в начале боя практически всю вражескую базу. Ну, это немножечко дисбалансно, как по мне. Но, пролетаем в город. Тут, опять же, небольшие стандартные домики и большое количество зданий, вот, без каких-либо текстур. Даже не зданий, это просто примерное расположение зданий, а пока что это просто коробки, да. Судя по расположению коробок, это, скорее всего, может быть, какая-то база, да, какой-то промышленный комплекс, что-то секретное, очень такое вот таинственное. Не знаю, посмотрим. В любом случае, тут вот есть такая интересная штука, посмотрите. То есть, какой-то такой небольшой заезд с дыркой, откуда можно будет простреливать вот этот вот фланг, да, вот так просто, ну, там, где вот озеро. То есть, вот этот вот заезд. Интересная штука. Вот. Опять же, тут небольшая такая арка, несколько заездов и выездов на эту, будем называть ее, базу. Вот. Ну, в принципе, это, в принципе, неплохо, мне нравится. Но вот что касается остальной карты, ну, фиг его знает. Опять же, вы видите, тут есть съезд, тут есть небольшие домики. Вот, скорее всего, если карта появится в рендоме, будет использоваться тактика поджима под вражеский респ, да, вот, допустим, с этого респа. Пацаны будут вот так скатываться и поджиматься вот тут вот, и пытаться снизу высвечивать вражескую базу. А с вражеской стороны, опять же, все то же самое будет делаться и по направлению вот сюда. Ну, возможно, имеет право на жизнь, но, честно говоря, я достаточно с опаской отношусь к картам, где есть большие перепады по рельефу, потому что Хребет Дракона и Вествилд не самые играбельные карты на некоторых флангах. Ну, тот же Хребет Дракона просто вывели из игры. И вот тут, ребятки, опять же, интересное решение картоделов. Не скажу, что оно мега играбельное, но оно забавное. Серпантин, 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 благодаря которому один из ЛТ, там, вражеской или нашей команды, ну, с одного из респов, может забраться на самый верх и отсюда, типа, просветить весь вражеский респ. То есть, если какие-то артиллерии тут стоят или потасал, он все сразу просвечивает. И примерно то же самое есть с другой стороны. Опять же, вот серпантин, 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 и мы заезжаем на самый-самый верх, и отсюда можно простреливать и просвечивать, ну, огромные пространства. Задумка, опять же, интересная, но насколько это играбельно, фиг его знает, ребятки. Надо будет тестить. Как по мне, наверное, слабо играбельно, потому что, как вы сами знаете, наибольшей популярностью и любовью у нас в игре пользуются классические, обычные карты, городские, там, типа, Энс, как и Мездорфа, и так далее. Вот такая вот, ребятки, карта, называется «Секретное место». Если говорить по итогу, горный хребет, который до этого был, мне, в принципе, нравится, он неплохой. Туда бы побольше еще всяких зданий, унычек от артиллерии. Уменьшить, наверное, как-то озеро, потому что оно такое большое не нужно, и будет более-менее ок. Так, эта карта спорная, спорный вот этот большой мост, который позволяет, который, с одной стороны, из которого не уехать, и который позволяет сделать вначале подсвет вражеской базы, которая голая, ну, пока что голая, потому что болванка. Ну, и вот эти вот, вот этот вот перепад местности с этой низиной, ну, тоже, фиг его знает. Ну, возможно, я ошибаюсь, и карта будет достаточно интересная. Ну, по крайней мере, это, ребятки, вот эти две болванки, это лучше, чем те две карты, о которых я вам рассказывал в ответах разработчиков, да, которые были очень похожи на скрытую деревню, которую вывели из рендома. В общем, в принципе, выглядит пока что неплохо, посмотрим, что будет дальше. На этом я с вами прощаюсь. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, ну, и, конечно, пишите в комментариях свое мнение по поводу этих двух новых болванокарт. Пока что их в рендом вводить не планируют. И вот, что интересно, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот этих вот решений картоделов, насчет огромных мостов, вот этих вот серпантинов, острова с памятником, да, и вот это вот хребта, огромные вот это вот скалы с какими-то такими, который похож на паука. В общем, пишите, вместе обсудим. А на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok